Работа нелегала таксиста превратилась из способа по-легкому срубить денег в настоящую рулетку, в которой можно лишиться и самого автомобиля. Но азартных людей все же немало. На сегодняшний день в Анапском суде уже 20 исков. После вынесения решения машины будут конфискованы, проданы, а вырученные средства пойдут в счет государства. За один день работы полицейские штрафуют до пяти бомбил. Таким уловом инспекторы похвастались накануне проводимого рейда. Отличить бомбил от водителя с лицензией довольно сложно. Они и наклейки на таксомоторах наклеивают, и специальные указатели на крышу ставят, совсем как обычные лицензированные. Инспекторы ГИБДД и ДПС уверены, что попавшись один раз, водитель без лицензии сто раз подумает, прежде чем снова нарушить закон. Тогда уже будет безопаснее и выгоднее приобрести настоящую лицензию, платить налоги и работать на легальных основаниях. Статистика неумолимая и говорит о том, что чаще всего в аварии попадают именно водители без лицензий на перевозку людей. Зачастую они работают на неисправных авто и, естественно, не проходят никаких предрейсовых медосмотров. Кроме этого, нелегалы просто обманывают своих пассажиров, навязывая им свои тарифы и цены на поездку. Да еще и пренебрегают правилами дорожного движения. Это выяснилось в ходе рейда. Выбирая такси, выбирайте безопасность. Вадим Родин, Анапа-регион.